Добрый день всем! Сегодня у нас будет обзор сушильной машинки канадской сборки, американской, под их электросети 120 вольт. Сегодня мы посмотрим, как можно будет их подключить к нашей сети 240, потому что это в большинстве случаев сложновато, особенно если есть электроника. Сегодня мы посмотрим, как это можно сделать на механической машинке. В любом случае нам понадобится трансформатор или латер, который будет выдавать от 110 до 130 вольт. Если у вас есть трансформатор, то вам понадобится мощность приблизительно в пол киловатта, потому что мотор, который идет ее родной, он идет под 120 вольт. Соответственно, другое напряжение туда подать просто не получится. Можно подавать от 110 до 130 вольт. Поэтому нужно будет или купить латер мощностью до полукиловатта, потому что сам мотор будет кушать до 3 ампер. 120 вольт на 3 ампера это где-то 360 ватт нагрузки, плюс белье там до 450 ватт оно будет в пике. И это будет постоянно нагрузки, поэтому сам латер и трансформатор должны быть около полукиловатта. Вот, в общем-то, сама сушка, чистая механика. Размер бака достаточно большой, она почти под 7 килограмм белья, может быть даже в нее и 8 можно закинуть. Лампочка там светится, она, кстати, универсальная. Она работает как от 120, так и от 220 вольт. Она не горит не так, не так. Закрывается чистой механически. И запустилась, работает. Достаточно. Вот ее фильтр родной, который у нее есть. Теперь сейчас мы непосредственно посмотрим, как правильно ее подключить, чтобы ничего не спалить. Вот она, эта сушка. Наш канадец. Вот смотрим на ее характеристики. 120-240 вольт, 24 ампера, 60 герц, 5200 ватт. Либо второй вариант, это если идет у нас питание 220-240 вольт. Второй вариант. 208 вольт, это две фазы. Американский, канадский вариант. 60 герц, это надо кушать 4000 ватт. То есть разница между подключением две фазы по 120 вольт и одна фаза на 240 вольт, получается у нас 1200-1200 ватт разницы. Сейчас я расскажу подробно, как можно будет ее подключить. Вот вид сзади. Как видно, это чистая механика. Это у нас такая сигналка, которая дребезжит. Вот как она устроена. Заземление обязательно для всех американцев. Лампочка, которая работает на 120 и на 240 вольт. Предохранитель от перегрева, который есть на тот случай, если, например, забилось что-то. Потом еще один термический предохранитель, связанный с температурой входящего воздуха, если она очень горячая, выключается. Потом еще один термический предохранитель, связанный с температурой исходящего воздуха, если она очень горячая. И сам датчик температуры, который якобы как-то там должен работать по автоматическому отключению, когда высокая температура. Сушка просто выключается. И стандартный 76-миллиметровый выход в систему вентиляции. Вот вход. Сейчас. Вон там видно ТЭН. На ТЭН и видно. На 5000 ватт, 240 вольт. То есть сюда у нас ходит либо две фазы по 120. Она у нас получается здесь 208 вольт. Это две американские подключения. Сюда одна фаза, сюда вторая. Сюда 120 вольт, сюда 120 вольт. Получается 208 вольт и 4 киловатта. Либо если сюда подается обыкновенный 240 вольт нашей украинской или русской сети, то здесь получается около 5 киловатт. Поскольку сушка не моя, я людям подписал, как правильно ее подключать здесь маркером. Но смотрите, какое есть стандартное подключение во всех американцах. У них идет 4 кабеля. Вот стандартная вилка, которая у них идет. То есть ее по-другому подключить нельзя и перепутать тоже невозможно. То есть тут идет 0, 2 фазы и земля. Вот она земля у нас есть. Вот у нас черный 0 и 2 фазы. Белая и красная. Можно ошибиться. Поскольку у нас мотор на 120 вольт, то если вы неправильно подключите, сработает термический предохранитель. На моторе, жаль, как свой мотор вам не могу показать. И мотор через время отключится. Естественно, он будет очень сильно гудеть и кушать порядка 5 ампер. Что у нас в данном случае получилось? Вот у нас есть латер. Или трансформатор у вас будет. Вот это было тестовое подключение. Что у нас есть? Вот черный провод. Во всех американцах оно будет одинаково. Это сквозной 0. Сквозной 0. Белый провод. Это основное питание машинки. И он должен быть у вас 120 вольт. Ну, если вы найдете советский трансформатор на 127 вольт, с учетом просадки, это как раз будет оно. И красный провод. Это вторая фаза. В данном случае она у нас 240 вольт. У американцев она будет 120 вольт. Вот она. Сюда у нас подключаются две фазы. В русском варианте, украинском варианте, подходит 0 и подходит 220. И тогда она кушает 5000 ватт. В американском варианте это будет фаза 1 и фаза 2. И тогда она будет кушать 4 киловатт. Черный, это у нас 0. Вот, черный 0. Белый, это будет 127 вольт питания мотора и всей сушки. И красный провод, это вторая фаза. Его вы можете смело втыкать в наши 220 вольт. В итоге, черный пойдет с одной стороны вот этот на один тен, на одну клемму тена, здесь на второй. Что будет, если вы перепутаете? Вот эти два. Красный-то вы подсоединили в фазу 220. Что будет, если вы перепутаете здесь? Тогда в это место у вас будет вместо нуля подаваться 120 вольт с латтера. И поскольку мощность 4 киловатта, у вас латтер навернется. С электроникой же не случится ничего. Еще раз повторюсь, то есть перепутать можно, но вы тогда сразу почувствуете по нагрузке латтера, что напряжение на него идет очень большая. Здесь мощность латтера почти, ну, возможно, до 2,7 киловатта. Хотя 500 вольт тянет очень хорошо. Повторюсь, черный это ноль, сквозной ноль. Его нельзя отключать от латтера, потому что там трансформаторный тип. Белый провод это 120 вольт после трансформатора и после латтера. И красный провод это вторая чистая фаза. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите в комментариях под этим видео. Вот я пальцем зажал датчик закрытия двери. Вот наш барабан, который крутится. Здесь есть вход. Горячий будет. Видно, что немножко даже подгорел. И вот есть выход, который выходит. Само белье вот так вот расширяется. Защелка в баке самая обыкновенная, самая простая. Сюда влазит, в принципе, теоретически до 10 килограмм белья. Но, честно говоря, 10 килограмм белья она будет сушить сложноватенько. Запускается она кнопкой старт. Есть три варианта. Катон, нормальная и деликатная. Также сушка по времени. Просто продувка теплым воздухом. Дополнительные программы и авторежим. Надеюсь, что у меня будет слышно. Вот, смотрите, контрольный замер. 20 ампер. Сейчас просто... Почему 20 ампер? Потому что вся нагрузка, 6 киловатт, идет через здоровейнейший удлинитель. Мощность сечения всего лишь полтора квадрата. Поэтому идет такое падение напряжения. То есть, 20 ампер на... 19 ампер на 200 вольт. Это получается у нас 4 киловатта нагрузка. Когда здесь убрать удлинитель и сделать чистый 240 вольт, а не 220, здесь у нас будет полный и 5 киловатт. Вот у нас идет замер по двигателю. 4,5 ампера при 110 вольтах. Это, грубо говоря, у нас полкиловатта. То есть, двигатель пушит полкиловатта. Здесь горячо, оно дует очень сильно. То есть, здесь у нас 18, ну, почти 20 ампер. То есть, 4 киловатта. Должно быть 5, если убрать удлинитель. Здесь сам двигатель у нас... Вот. Пушит около 500 ватт. Вот он, также, термо-предохранитель. Вот наш 18 ампер. Это термо-таблетка, которая выключается при перегреве. Сейчас мы еще сделаем контрольный замер напряжения. Вот оно. У нас получается 200... 202 вольта. Соответственно, если будет 240, 196, 200. Если у нас будет 240 вольт, то она будет кушать у нас 5 киловатт ровно. На 200 вольтах она, естественно, на 20 амперах будет кушать ровно 4. Если это будет 240 вольт, на 20 ампер, это будет у нас приблизительно 4,8 киловатта. Ну, почти 5. Плюс двигатель. То есть, общая нагрузка будет около 5,5 киловатт. Вот у нас идет то напряжение, которое идет на двигатель. Смотрите, мы будем... Я не знаю, вы их видите по звуку или нет. Она работает даже при уменьшаем... Вот я уменьшаю, уменьшаю, уменьшаю. То есть, двигатель работает даже при... Сейчас, интересно, на том же моменте оно выключится. В 70 вольтах. Еще работает. 60. Работает. Вы знаете, дальше просто стрёмно. А звук почти не поменялся. Провышаем в обратную сторону. 103, 107, 110. Скорость работы двигателя не меняется. Только гул увеличивается. Поэтому, если у вас трансформатор 120 вольт или 127, у него просадка, смотрите, происходит до... Давайте так. Уменьшим до... До 60, половину, да? До 60 вольт. Вот, смотрите. Ну, вы увидели. Правда, не знаю, запустится ли. Давайте попробуем. Она запустилась. Нет. Запустилась. Смотрите. Я не знаю, видно там, не видно. Она крутится. То есть, даже при... 60 вольтах двигатель продолжает работать. Ну, мы поставим обратно нашу. 100. 107, 110. И... Вот. Здесь горячий воздух. Слышно? Ну, будем обзор потихонечку заканчивать. В конце, что могу сказать. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях, под видео, внизу. Как вы поняли, что особо сильных навыков в электричестве для подключения к нашим сетям здесь не нужно. Подключается она относительно просто. Единственное, что сложность возникает в покупке латора или трансформатора с выходом под 120 или подсоветских 127 вольт. Поэтому, если вам понравилось, поставьте лайк, благодарите автора. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»